Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня у нас будет 5 топ ароматов апреля 2019 года. Топ мой. Те ароматы, которые выбрала я, которые люблю именно я, с учетом погоды в Петербурге. Я не знаю, какой у вас регион. Может у вас очень жарко, может у вас еще очень холодно. В Петербурге апрель очень приятный, довольно солнечный. Это очень радует, потому что у нас очень мало теплых дней, но в апреле как-то вот удалось. Тепленько, солнечно, красиво, начинает все цвести, приятный теплый ветер, пахнет, погода великолепная. Я не знаю, какая она будет дальше, но пока сейчас, что меня тянет, на какие ароматы я буду вам рассказывать. Это обычный люкс, у меня нет ни одной ниши. И объясню почему. Ниша немножко больше. Имеет такое глубокое звучание, то есть насыщенно уходит в низы такие сильные. Но как же апрель начинает тепло становиться и хочется что-то проще. Все мы знаем, что ароматы чем они проще, тем они понятнее, тем они в принципе красивее. И они не забивают нос, не напрягают, с ними просто легко и хорошо. То есть мне хочется простых легких ароматов, но разной направленности. Так как апрель все-таки еще такой нестабильный месяц опять же. И хочется и цитрусовый, и сладкий, и просто цветочный, и фруктовый, и фруктово-цветочный аромат. Может быть моя подборка будет не очень для вас красивая, но для меня она просто нежная, приятная и великолепная. Начну я с первого аромата, это Идиль, Герлен версии парфюмерная вода. Чем мне нравится аромат? Тем, что он бесконечно цветочный аромат. Он довольно свежий, очень шлейфовый. Кстати, он и фруктовый, да, он цветочно-фруктовый. Что мне стартует? Стартует мне просто вот малинкой начинается такая мягкая, не синтетическая малина. Пион, я слышу лилию, очень красивую лилию, раскрывающиеся цветы, еще без пыльцы. Но вот это красиво, когда вы заходите в цветочный магазин. Также это легкая сирень, но еще не вот эта пыльца сирени, а просто красивые цветочки с листьями. То есть опять же все с листьями, это довольно свежий аромат. Любой цветок будет с листьями. Ну и также здесь очень красивый мускус и пачуль. Пачуль мягкая, чуть-чуть дает горчиночку, не дает скатиться вот этому аромату во всю эту сладость приторную, или в что-то такое просто сладостное. А некоторая такая, да, как изюмчик такой. И очень красивый мягкий мускус. Скорее всего тут белый мускус, потому что аромат великолепный. У него очень красивый шлейф, и очень красиво отмечают. Он очень переливается всеми этими цветами и малинкой. Ну, малинка тут, по-моему, фрукты, да? И цветы бесконечно играют. Играют именно достойно, дорого, красиво. Очень красивый аромат. Я очень люблю его в апреле. Получаю массу комплиментов, и он просто понятен с красивым шлейфом. Стойкость очень хорошая, я бы сказала. Если вам тяжеловато, кажется, купите туалетную водичку. Для девушек помоложе туалетная водичка. Еще раз, Герлен, Идеал, Идиль, да, Идеал. Может, не знаю, как правильно говорить. У меня парфюмерная вода, флакончик выглядит вот так. Можете взять любую версию, у них есть много версий, но у них принцип один и тот же, база одна и та же, и звучат они идентично, великолепно. Следующий аромат, это уже более фруктовый, такой сладкий. Иногда хочется вот такой сладости. У меня может быть довольно-таки простой аромат жемичу. Я бы не сказала, что это сильно дорого звучащий аромат. Это просто классная груша. И я не знаю, что сказать, но мне кажется, тут просто ириски из детства, кис-кис вот такие. И я вспоминаю весну, когда мы ходили в кино, покупали мороженое, одевались как-то, знаете, куртки на распашку бывает, идешь. Вот у меня такие ассоциации. Мне вот это именно нравится в этом аромате. Я бы не сказала, что здесь есть мускус, я его не слышу, но здесь есть великолепненькая пачуля, опять же, которая дает горчиночку вот этим ирисочкам и не дает ему идти в какую-то просто сливочность или что-то такое. Некоторым это пачуль немножко не нравится, я заметила. И вот это то, что груша стартует. Что-то есть еще цитрусовое, кстати, мне кажется. Может быть, какие-то легкие мандаринки, апельсинки. Но они уходят очень быстро и остается просто что-то такое сладенькое, веселенькое, молодежное, миленькое. Стойкость великолепная, очень долго держится. Я бы не назвала этот аромат секси, это просто аромат весны, какой-то беззаботности и что-то такого приятного, очень молодежного, приятного. Мне он очень нравится, я его обожаю. И обожаю именно в такую погоду не жаркую, потому что сладкая ириска, она будет летом немножечко сладковато звучать. Сейчас самое оно. И так как не хватает мускуса, пачулька есть, то аромат на таком легком ветерке, на теплом ветерке очень красиво играет и развивается. То есть его слышно, не слышно не только здесь, но и где-то еще. То есть очень красивый. Версия туалетная вода мне не очень нравится, она какая-то более простоватая. Этот более такой все-таки наполненный аромат. Хотя, как я еще раз повторюсь, джемичу, у меня парфюмерная вода. Не всем он нравится, я в курсе. Многие считают, что это простенький аромат. Но, как я еще раз повторюсь, мне это просто конфетка из детства, и что-то очень-очень молодежное, такое приятное. Третий аромат мой приятный, сладенький. Замечательный. Опять же, тут у меня, повторюсь, у меня, кстати, второй герлен. Герлен платье. Черное платье для аппетит роб нуар, но у меня версия туалетная вода. Можете выбрать, если вы любите понасыщеннее, подберите себе парфюмерную воду. Любите что-то еще круче, берите интенс, любите что-то посвежее. Есть версия фреш, зелененькая. У меня туалетка. Обожаю, люблю туалетку. Опять же, с чем стартует она? Стартует она с черной смородиной. Такой красивой, черной, сладкой смородиной. Это очень приятный сладкий аромат. Он сладкий, фруктовый. Здесь есть и вишенка, которую я очень сильно люблю в ароматах. Но если брать классику или интенс, то там вишня, она прям концентрирована. Черная смородина концентрирована. Здесь еще ощущение пахнет яблочком. Я могу ошибаться, но мне кажется, это так. В классической версии парфюмерной воды я не слышу яблока. Слышна роза, но мягкая. И розочку я люблю. Я вообще не люблю запах роз. Слишком сладко, слишком мускус какой-то мне отдает. Но весной, если мягкая розочка, будет звучать красиво. Также здесь, безусловно, есть и мускус, и амбра, и, скорее всего, это белый мускус, так как он очень нежный. Он не бьет в нос, но шлейф красивый, очень красивый. Немножко конфетистый такой аромат. Наверное, вот эти вот перемешечка всех вот этих яблочек, вареньев, черно-смородина. Кстати, я помню, что здесь еще кислиночка какая-то есть такая, не знаю, что это, какие-то фруктики, наверное, что-то красное, да, какие-то вот ягодки, может быть, не черная смородина, а красная смородина, что-то брусничка, вот что-то такое есть. Такой пикантненький аромат. Я знаю, что в версии обычной парфюмерной вода, она немножко считается орехово-миндальной, потому что вот отдаёт. Здесь этого нет, это только цветочно-фруктовый аромат, да, а цветочки какие у нас, кроме розы, наверное, ничего. Слышна легкая розочка, мягкая, такая декоративная розочка. Также еще есть ощущение, что... Зеленый чай, не знаю, могу ошибиться, напоминаю чуть-чуть, иногда мне он как-то попахивает. Элизабет Арден, вот зеленый чай, есть такой, где-то проскакивает. Вот в парфюмерной воде в интенсии нет такого. Вот это нравится, и сладкий, и свежий, и шлейфовый, и опять же молодежный. Очень нравится аромат, довольно именно простой в понимании носа, то есть все люди его легко распознают. Не узнают вообще, но говорят просто красиво. Красиво и приятно. Чем проще аромат, тем понятнее людям, еще раз повторюсь, и тем он считается как бы более такой вот красивый. Хотя не знаю, но все, что на ветру играет, пусть будут простые ароматы. Сложные ароматы проще, лучше пользоваться тогда, когда более стоячий воздух, тогда люди начинают слышать разные ноты. А вот более такие обычные люксовые ароматы, красиво на весну, осень, на ветреные погоды, когда они играют, играют красиво. И, кстати, недовольно не химически как бы, но тогда слышны разные такие переливы именно фруктиков или цветочков. Напишите мне в комментариях, как вы считаете, так или не так. Мне просто вот, может, мое обоняние меня подводит, но мне именно так кажется. Еще один прекрасный мой аромат на весну, на апрель, на теплый апрель или даже когда холодно, так как это, в принципе, очень мягкий, такой пряненький, такой немножко томненький ароматик. Это Гуччи Флора. У меня Горгиус Гардени. Я не люблю сильно цитрусовые в апреле флоры, потому что они немножко, их мускус уходит в какой-то вот запах, больше не пота, вот, ну, что-то, ну, похоже. То есть, некрасиво они звучат на ветру, но Горгиус Гардени, я бы не сказала, что она слишком сильно шлейфовая, и поэтому, опять же, на таком мягком, теплом ветру вот этот сладкий аромат, опять же, нанесу на себя, просто великолепный. Он такой фруктовый. Опять же, слышна груша. Цветы, ну, цветок Гардини у нас очень красиво звучит, и, опять же, какие-то кислящие, немножечко, чуть-чуть кислящие ягодки. Но из-за того, что здесь нет мускуса, ну, я его не слышу, по крайней мере. Я не слышу длинного шлейфа. На ветру красиво играет. Очень сладенький. И вот, еще раз повторюсь, для меня это какой-то томный аромат. Он вроде молодежный, я не скажу, что это возрастной аромат, но он очень хорошо звучит на любом возрасте, начинает очень красиво раскрываться именно весной. Вот, не знаю, у меня сейчас такая подборка, мне это комфортно, мне это нравится, это просто. Я устала от тяжелых запахов, зимних запахов, вот этой всякой ниши, я не знаю, как это сказать. Просто мой нос устал. Мой нос хочет отдохнуть и впечатлиться какими-то довольно простыми, понятными ароматами. Наверное, вот так правильнее сказать. И последний аромат, пятый, у меня, конечно, будет не совсем простой, это Диор Жадор туалетная вода. Это, о да, я бы сказала, тут два, вот слышу аромат мускус есть, безусловно, мягкий, нежный, красивый шлейф, великолепный. Не люблю его зимой, не очень, потому что здесь цитрусы открываются какими-то апельсинами, мандаринами, может быть, не знаю, то есть очень фруктово, цитрусово, но на морозе мне не нравится. Даже я еще его иногда использую в мае. Очень красиво открываются, дорого звучит именно, когда на выход вы вышли. Конечно, про те ароматы, которые я уже сказала, это вот, вы пошли, вы гуляете, вы прекрасно пахнете. Это на вечер, Диор Жадор от туалет. Парфюмерную воду не люблю, слишком для меня, она тяжелая, насыщенная, возрастная, но для меня. Я нанесу этот аромат на себя, просто на себя. Как он великолепен. Стартует, да, цитрусы, я бы сказала, что либо сладкие апельсины, либо мандарины. Идет красивое раскрытие, переходит в розу, в розу декоративную, но именно почему-то у меня ассоциируется с красными розами, с букетом красных роз. Красота, великолепие и дорогое звучание. Дорогое, немножко такое комфортное, манкое, что-то очень красивое. И поверьте, никакой ниши тут не надо. Опять же, аромат довольно понятен, прост, а в то же время очень красив. То есть у меня подборка из пяти ароматов люкса. На апрель. Опять же, потому что вот хочется мне так красиво. Главное, чтобы играло красиво, звучало, шлейфило, было понятно, приятно и не напрягало. Потому что апрель месяц все-таки мы то в машине, то в помещении душном, то мы на улице. Но мы всегда должны пахнуть великолепно. Это моя подборка. Напишите свою, напишите, что вам нравится в апреле. Не забывайте про свой температурный режим и регион, в котором вы находитесь. Потому что мне очень-очень интересно, чем вы любите пользоваться, что вы на себя наносите. И также опишите мне стойкость, что вы слышите. Не только вот я пользуюсь таким-то ароматом, а что при этом, какие ассоциации у вас возникают. Потому что у меня на каждый аромат, естественно, своя ассоциация. Как я же сейчас повторюсь, на джемичу. Это какая-то молодежность, детство даже, беззаботность, веселье. Если на идиль это что-то элегантное, если я беру жадор, то это просто дорого, великолепно. Если гуччи флора, горбиус гордени, это просто красиво и что-то такое молодое, но приятное, манкое, манящее. Если ляпите тропнуар, то это цветы, фрукты. Это просто, опять же, такое вот именно хочется надеть платье. Наконец-то весной хочется надеть платье. Вот мои ассоциации. Напишите мне, пожалуйста, свои. Мне очень интересно. Я буду ждать ваших комментариев. Я вас целую. Желаю остаться красивыми, счастливыми, вкусно пахнуть. И хорошего всем настроения. Всех целую. Всем пока.